Всем привет! С вами Клонова Аня. Это мой очередной заказ кастрюлек. И далее пойдут пустые баночки. Ну, пустые баночки мы с вами быстро пробежимся, хоть их и гора. А вот кастрюльки хочется показать подробнее, потому что их 100 лет не было в моих обзорах. Упаковка, я вам скажу, у них очень прочная, еле достала. Значит, первое это 119-93 сантейник с антифригарным покрытием. Я помню, что оставляла себе один. Остальные я как-то вот подарила мамам, и мне одного, честно, не хватает. Поэтому я заказала. Вот иногда хочется там, не знаю, яйца сварить, кашку сварить, еще что-то, да, и ну вот нет у меня лишнего. А заказы такие огромные, что иногда просто уже не хочется лишний раз что-то заказывать, из-за того, что и так уже большие заказы. Ну, что делать? Такой у нас ассортиментище огромный и здоровенный. Итак, крышечка, очень классная, стеклянная. Их можно, написано, не мыть в посудомойке, но я мою, все отлично. Проблем никаких нету, это просто наклеечка. Что-то тут какие-то особые технологии, особое покрытие. Значит, они идут, не вредят окружающей среде, безопасны для здоровья и отличные антиприкарные свойства. Действительно отличные, но на сотейнике это сложно проверить, потому что я в сотейнике только что-то варю, ничего не жарю. Вот, конечно же, под них нужна специальная пластиковая лопаточка, которая есть у нас. Очень красивая, удобная прорезиненная ручка, она не нагревается. Очень классная, единственная, но она не отстегивается, что мне не всегда нравится. Хотелось бы, чтобы вот тут не надо было специально откручивать, мало ли что, чтобы она отстегивалась, все было удобно. Такая, знаете, очень тяжеленькая, плотненькая. Следующее, что у нас идет, это 24 сантиметра кастрюля с антиприкарным покрытием. Она тоже, как вы видите, такая вот большая, огромная. Артикул 910028. Классная, красивая, клевая кастрюлька. Вот это, ребят, просто, чтобы не разбилась вот эта вот крышечка, да, вот с этой вот наклеечкой, чтобы она не разбилась. Шикарный просто, цвет красивый. Они идут трех цветов. Я решила вот этого цвета все выбрать. Такая, знаете, тяжеленькая очень. Крышечка тоже хорошо подходит, если эти пластмасски убрать аккуратно, здорово. И на большую семью классно готовить суп, плов, ну, какие-то такие блюда, которые можно кушать всем. Далее, просто заказала дополнительную крышку, потому что крышек тоже бывает, что не хватает. Артикул 910014. Она идет трехдиаментная. Что я сейчас имею в виду? То есть она подойдет на сковородки 24, 26 и 28 диаметра. То есть, да, вот видите, тут такие, как ступеньки. И вот можно побольше, поменьше. То есть универсальная крышечка, когда крышек не хватает. Далее, заказала еще крышечку поменьше, ну, потому что они бывают нужны. Они сковородки у нас без крышек, они продаются отдельно. Кстати, очень хороший ход от компании. Почему? Потому что, ну, не всем хочется крышку. А так человек может отдельно купить сковородочку и не доплачивать за крышку. А если хочется купить крышку к этой сковородке, покупай, пожалуйста. Значит, артикул 910.0.13, она идет 18, 20 и 22 сантиметра. Такая вот она гнется, да, и что та, что другая. Кстати, очень классно передается цвет, какой есть. Такой передается. В прошлый раз снимала на них обзор. Вот черный и все. В этот раз камера не капризничает. Сковородка 119.79, 20 сантиметров. Тоже заказала цвет оливковый, как вы видите. Красотка, просто красотка. Мне очень нравятся такие сковородочки. Прям аккуратненькие, хорошенькие. Три сковородки у нас так получилось, что кое-то у нас в семье их сжег. Не я, конечно, но я была к этому причастна. Да, я отвлекла человека, который был за плитой. Мы с ней заболтались, ушли, приходим, все в дыму. Ой, в общем, вспоминать не хочется, но потом, значит, мама говорит, сковородки пригорели, да, то есть это уже третье лицо в нашей истории. Говорит, давайте почистим. Я говорю, ну окей. Я думала, она просто зальет средством для металлических поверхностей. Она их начала отскрипать какой-то штукой железной. Ну и понятно, что сковородки, антипригарные свойства сковородок на этом закончились, потому что их нельзя скрести железом. Вот, поэтому я заказала несколько новых. Ну, как вы видите, немного, совсем чуть-чуть. Следующая кастрюлька тоже маленькая, аккуратненькая, 20 сантиметров в диаметр. Так, артикул 910-025. Да, на них тут очень такая подробная аннотация. Материал у них у всех одинаковый. Анотация тоже у всех одинаковая, поэтому вы можете подсчитать и поставить на паузу, подсчитать, да, чтобы все было хорошо у вас. Да, потому что тут есть такое, что избегать нужно резкого изменения температуры и не мыть кастрюлю, пока она не горячая. Вот, нужно ее остутить немножко, чтобы все было хорошо. Такая вот хорошенькая красотка. Это когда дома никого нет, и сварить суп можно на двоих. Да, здорово. Дарить эту посуду одно удовольствие. Столько восторженных прямо отзывов. Это просто невероятно. Потом когда-нибудь, когда вдруг, мало ли, ну, я не знаю, такое за 6 лет еще не случилось, мне будет нечего заказать, я закажу вот такой вот набор сковородок. Пусть он у меня стоит, то одному, то другому я буду дарить вот такую красоту. Мне кажется, это в дом здорово и хорошо, и всегда практично. И плюс ко всему, оно красиво очень упаковано. Вот такая огромная глубокая сковородка, которая тоже подойдет под все, что вам захочется приготовить на немаленькую семью. Артикл 910.022. Какая большая, какая тяжелая. Одна крышка сколько весит. Ну, и сковородка. Ну, сковородки, если его сравнить с нашими ранешними чугунами, на которых наши мамы готовили, да, которые бесконечные, да, и блины на них всю жизнь жаришь, и с ними ничего не случается, такие сковородки, конечно, потяжелее, может быть, даже будут. Но и это тоже не такая уж и легкая. Ну, что ж, и приступим с вами к пустышкам. Конечно же, очень жаль, что кофе Молотова на сайте нет, и нет давным-давно, у меня он заканчивается быстро. Он безумно понравился моей дочке, она его все время пьет. Я говорю, Кать, я буду прятать, потому что столько кофе пить много, нельзя. Кофе Доброе утро самое первое исчезло, потому что тут больше кофеина, с него больше просыпаешься. Артикул 160-46, а в этом кофе больше тема брамина, тео-брамина, извините, опять неправильно сказала. Артикул 16-0-47, и оно более такое, знаете, нежное, прикольное. Мне нравится, я его просто завариваю, да, в обычном таком вот чайничке. Жалко, что вот таких чайничек в Фаберлик уже нету. Вот, далее, много-много, ребят, шоколада. Причем вот этот шоколад полностью весь съел в Викусе. Я как его не закажу. Вы знаете, иногда хочется шоколадку подарить, еще что-то. Нет, Вика все съедает, у меня все забирает. Конечно, без меры я ей не даю, она по шоколадке раз в три дня ест, но и пустышка, пустышек, ну, я не знаю, месяц уже, наверное, точно не снимала. Далее, так как мы занимаемся спортом, мой любимый клубничный, я прям сижу на нем, 156-51 Артикул, а вот это выпил Антон, малинку, и получается шоколад-вишня. Они не противные, но я просто вообще не люблю малину, вот в таком виде. Я ее люблю свежую кушать, и все. Шоколад я тоже воспринимаю как шоколад. Не знаю, вот, слава богу, мне клубничка понравилась. Антону все это нравится, и самый любимый его вкус, конечно же, ванильный. Вот, Артикул 157-41 Шоколад-вишня. Очень, кстати, приятный вкус для тех, кто вишню любит. И Артикул 156-52 у малинки. Дальше. Ну, это для тех, кто худеет, да, тот, кто хочет похудеть. Кетчуп классический, помидорки черри, как обычно, куча. Вот, кстати, его тоже очень быстро разобрали, и он появился буквально недавно на сайте. Я думаю, что то же самое будет с кофе. Люди напьются, напьются его, и компания поймет, какие объемы нужно на постоянной основе делать, и он у нас будет всегда. Значит, 35 калорий на 100 грамм. Это полезный кетчуп, как вы знаете, 280 грамм. Просто суперская штука. Артикул 16-050. Я очень рада, что у нас все больше и больше еды попадается. Далее. Чай для похудения. Что-то вот, ребят, пила его, пила, пила. Да, полнеется, вообще не полнеется, но я не могу сказать, что я прям суперкруто сбавила, как мне посоветовала вот та женщина, которая его пьет. Но, честно сказать, ну, грубо говоря, да, я поджираю. Я могу что-то калорийное скушать, да, там вот, например, был день рождения, мы роллов заказали, тортик покушали. Пусть это бывает там пару раз за месяц, но я поджираю, и иногда я люблю кушать бананы, там, знаете, вот. А это все калорийно, к сожалению. Тут мы вообще пельмени варили из магазина, представляете, не знаю, что такое. У нас всегда свои пельмени, мы делаем с грибами, мясом, все свое. Ну, вот, да и свои они тоже, в принципе, калорийные, да. Но я не потолстела, хотя со спортом у меня тут были проблемы, я ими не занималась долгое время, опять-таки. Хорошо, но он очень вкусный, он очень вкусный, но если вы его выпьете много, то он имеет слабительный эффект, слегка такой. 157-15 реально вкуснятина. Ну, он еще и полезен тем, что он идет как полезный, ну, грубо говоря, полезный суперфуд. Вот вы его пьете и получаете много хороших, да, то есть, веществ в свой организм, помимо того, что похудительный эффект от него есть. Далее, как обычно, это уже у нас традиция такая, ну, кто приходит, мы всегда выставляем также на стол, да, что-нибудь сладкое. И, конечно же, Викуська их тоже кушает неплохо. Далее, пару упаковочек соли закончилось у Эльской. Мы начали заказывать обычную соль, без всяких приправ, привкусов. Это моя инициатива, я не люблю. Вот вам, ребят, честное слово говорю, я очень не люблю различные приправы, вообще никакие. Я могу еще там салат, свежий салат, допустим, там, укроп, горох, ну, ростки гороха там, да, то есть, все, вот, в свежем виде я люблю все, петрушку, в общем, все люблю. А вот в готовом виде мне не нравится, мне не нравится, я не уважаю приправы. Поэтому вот эта соль, она идет, она содержит коллаген, она содержит пищевые волокна, и это круто. Артикул 16146. Она не такая супер-мега соленая, как обычная соль, мы ее сыплем чуть-чуть немножко побольше, но все-таки вот, как бы, да, начала уже заканчиваться. Дальше, конечно же, наша стевия, это наш сахарозаменитель, артикул 15677. Я пью, только я и свекров, Катюша не захотела стевию, Антону тоже она не понравилась, там есть немножечко такой посторонний привкус, но я считаю, что вот сколько я брала стевии из магазина, это лучший вариант стевии, который я пробовала. Потому что обычный сахарозам, он не очень-то и полезный, как вы знаете, а стевия, она полезная. Далее, конечно же, закончились чаи. Лесной орех с ломтиками ананаса, кокосом, семенами чаев. Кому нужно на питание, пишите под видео, я вам скину ссылочки на все продукты. А тут мама готовила кушать, и ей очень понравилась перлота с грибами, свекровь у меня, да, говорит, вообще обалденно просто. Артикул 16104, обалденно, говорит, мне очень понравилось, ну, в принципе, классно. Единственное, что мне не нравится во всей еде фаберлик, она слишком перченая, слишком острая, абсолютно вся для меня. И я, когда поем, я чувствую, что мне в желудке горячо, это не мое. Потому что у меня с детства, я сейчас ничем не страдаю, но в детстве у меня все время был гастрит, гастротуэдонит, вот это вот все прочее. Вот, поэтому вот я как-то вот подальше от этих продуктов, жду продукции в первоначальном виде, когда можно, например, сварить стакан гречки из компании Фаберлик и посолить на свой вкус. И чтобы она была вообще без приправ. Тут реально много приправ, как бы вроде бы вкусно, да, то есть по сравнению с другими оно не такое перченое, но все-таки мне не нравится, да. То есть, видите, перец черный тут идет в составе, еще что-то. Мне остро, мне остро, мне вкусно, но остро, понимаете, я не могу. А мама с удовольствием покушала и говорит, Ань, ты чего, оно вообще не острое, что ты наговариваешь? Я говорю, мам, ну я не могу. Да, это мой любимый чай с ломчиками ананаса, кокосом, семенами чия, а также еще один такой вот чай с ломчиками ананаса, апельсином и какао, очень нравится. Жду обычный черный чай и обычный зеленый чай, прям реально жду, ребят. Хочется мне, чтобы были простые продукты в компании, мне кажется, они будут очень даже востребованы. Старая версия мицеллярной воды вербена, артикул 0831, вы знаете, я не поняла, чем они отличаются, новые старая версия. Поэтому вот что попадется под руку, то и тыкну, пока и то, и другое есть наличие. Далее закончилась наша жара 35+, ну, как вы видите, да, спасались этими спреями. Кто-то писал, что у них щиплет там лицо от них, еще что-то. Ничего у меня вообще не щипало, наоборот охлаждало, я наоборот кайфовала. Кайфовала и моя восьмилеточка Викузька, и муж, и свекровь. Все мы этим пользуемся, не первый год. Этим мы смачиваем маски и так далее. Это очень крутой восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи, увлажняющий. И когда крем бесполезно наносить, потому что вы мгновенно потеете и днем, и ночью. Когда вы просыпаетесь ночью, чтобы поменять наволочку, потому что она сырая из-за того, что вы спотели, да, то есть такое вот состояние. Я думаю, вы понимаете, что такое жара, реальная жара с повышенной влажностью, когда душно. Вот 0,256 меня спасал отлично, отлично просто освежал, мне очень нравилось. Поэтому рекомендую, пробуйте. Ну, с другой стороны, ну что могу сказать, и на мед, на самый натуральный продукт, который делают пчелы, и то бывает аллергия, да. Может быть, конечно, что-то и не подошло этой девушке, но за столько лет с моим лицом личным ничего не случалось. Далее, кто-то еще писал по поводу, ну, это мы салат делали слоями, поэтому тут краешку срезали, хотелось потоньше слой. Ну что, 20% жирности, 55% жирности. Обычный майонез. Я вообще не увидела разницы с магазином, но, ребят, если честно, что соус, что майонез мы практически не едим. Я могу майонез покушать только в отдельных случаях, например, салат под шубой, да, или там, ну, вот, оливье, там, например, да. Ну, то есть такие салаты, вот, классические, да, которые мы готовим с окрошкой могу, да, с майонезом, потому что я окрошку на кефире не пью, я пью, да. То есть не ем, вернее, я ем окрошку на квасе, на кефире вообще сколько раз пробовала, на каких бы кефирах не пробовала, я не могу кушать на кефире, мне невкусно. Так вот, вот этот провансаль, этот очень легкий, да, то есть, ну, такой же, как из магазина, легкий. Я вообще майонезы легкие даже из магазина не понимала, мне не хватало вкуса, еще чего-то. И вот тут та же самая история, слишком легкий, да, то есть артикул 161, 22, но ничего такой вкусный, мне кажется, что даже вкуснее магазинского. Вот, может быть, я зря наговариваю, но вкуснее магазинского. Далее, значит, ждем обычный жирный, да, обычный жирный, хотелось бы, причем, что мне нравится, этот майонез идет без сахара, он содержит соль с пониженным содержанием натрия, он содержит натуральные пищевые волокна, он содержит коллаген, мы уже пробовали вот с этим совсем мариновать мясо, мясо получается замариновано отличнейшее, ну, конечно, там еще чесночок и так далее, да, ну, все, что положено. Отлично просто, ребята, да, то есть, это новинка в моих пустышках, как вы понимаете, артикул 161, 21, оливковый. И тот, и другой буду заказывать еще, он мне понравился. И вот смотрите еще, как интересно, у меня муж оливковый, не любит из магазина, и сказал, заказывай легкий, оливкового не нужно. Но он и съел одну упаковку, потому что этот оливковый ему понравился. Вот так вот, ну, захваливать особо не буду, потому что первое мое впечатление, о, ребят, да, то есть, мы сидели все за столом, у нас было там очень много, и я сказала, о, ребят, круто, обычный майонез, обычный майонез, это шикарно просто, что компания смогла добиться такого вкуса. Так, дальше тоник для лица перед нанесением кремов, и вообще, когда потеешь и так далее, хочется почистить лицо, помыть его, в общем, шикарно, да. Далее дезодорант антиперспирант Антохин, парфюмерная водичка Жали-Жали, я ее дорасходовала до того, как стукнула жара, и у меня вот так чуть-чуть-чуть-чуть оставалось на донышке, когда наступила жара. Я вообще люблю на себе носить какие-либо ароматы, мне не нравятся такие ароматы, но вот этот мне резко, когда наступила жара, показался резко сладким. Я перестала чувствовать свежесть в аромате, когда наступила жара. То есть, если у меня вообще вот этот Жали-Жали, это удивительный аромат, потому что это единственный из сладких ароматов, которые я на себя наношу, потому что это сладкая свежесть, и он мне очень понравился, но вот в самое пекло, нет, я его не захотела. Но когда жара спала, вот тут осталось 2-3 дня, я сразу перешла на него, да, то есть перешла сразу же обратно. Нравится, нравится. А так, конечно же, я, как он, с кристаллом Сваровский, ребят, помогайте, забыла. Это Каори Бамбо. Мне понравилось тоже им пользоваться во время жары, потому что такой зеленый свежий аромат напоминает какой-то лес, напоминает вот какую-то природу и так далее. То есть он какой-то и не сладкий, и не свежий. Он именно что такой, знаете, зелень. Вот когда вот на косилке покосили траву, да, вот покосили, и вот этот вот аромат в перемешку с запахом деревьев, может быть, и древесины какой-то, еще чего-то, да, то есть такой, ну, такой классный. Мне нравится. Он абсолютно свежий. Есть легкая примесь с ластинки, но она вообще практически не чувствуется. То же самое свежинка не чувствуется, а чувствуется вот именно вот эта вот приятная освежающая зелень. Дальше гель для душа, мягкость и комфорт. Ну, как вы знаете, уже по пустышкам вот мой любимый гель для душа 87-62. Я его просто обожаю. Ну, и вот этот я распробовала. Это до такой степени какой-то вот нежный, клевый, приятный аромат, какой-то вот чистоты. В общем, я теперь два люблю, и не знаю, какой из них лучше. Я его не распробовала просто, а сейчас распробовала до конца. В общем, ботаника вообще 5 с плюсом. Далее, далее. Ну, вот это, ребят, линейка, да, гель для душа ландыш. Фу, что-то вот, знаете, что-то такое фу. Вот честно. Мне тоже не понравилось. Мне вообще вся эта линейка не понравилась как-то вот. Но этот аромат более-менее сносный. Но когда я и мылась в ванной, он мне показался каким-то слегка горьковатым, еще что-то. Ну, и, конечно, такая вот тугая упаковка. Как бы я его не выливала, наоборот, не ставила, да. Вот сейчас даже эксперимент провести. Он даже, да, то есть его нужно вот так держать, чтобы до конца израсходовать. Все-таки вот тут мне нравится. Оставил, и все. И аромат приятный. И пользоваться удобно. А это важно. Дальше. Очень нравится гель для душа бергамот. Безумно нравится. Тоже такая же вот свежесть. То есть, конечно, они отличаются, но это вот как будто, вот знаете, ну, вот когда хочется чего-то такого зеленого, классного, прекрасного, да, то есть природы, вот оно. Вот действительно, вот оно. Хотя ароматы разные, но напоминают друг другу. Ощущения, то есть, от этих ароматов одинаковые. А потому что у него артикул 81-70, по-моему. Далее. Ну, конечно же, жара и спорт еще у нас был в жару. Но, поэтому, как обычно, восьмой элемент. Я помню, что я им брала 10 штучек в заказе. Ну, вот они подходят к концу. Далее тут целый набор. Такое чувство, что тут пользовалась этим всем целая армия женщин. Но, да, вот такое тоже бывает. Почему-то много накопилось. Так, дальше, значит, коралловый кальций, как обычно. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, которая насыщает воду, получается, полезными микро- и макроэлементами. Артикл 153-92. Далее. Смотрите. Нашла вот чуть-чуть на дне остаточки ночного обертывания для шеи и декольте. Ничего я не скажу. Забыла. Думаю, давно открыта. Да, израсходу за три дня закончилась. То есть, там реально было мало. Насколько я его помню. Я не знаю, почему я перепрыгнула с него на что-то другое. Но вот что-то вот пошло не так у меня. Я не могу ничего про него сказать. Хочу сказать, что запах мне неприятен, консистенция отличная, впитывается хорошо. И кожа после него такая нежная, мягкая, клевая. Но вот что-то не помню, пользовался я им или нет. Вот он минус огромного ассортимента. А хвалить просто так, сами знаете, я не люблю. Вот эти два продукта просто обалденные, ребят. Обалденные. Второй раз у меня уже в пустышках такая вот штука. Да, то есть, это пенка. Пенка для умывания. Она очень классная. Объемом 175 мл. Закончилась. Хотела вам показать. Ну, обычная белая пеночка. Вот, отлично очищает, не стягивает кожу. В общем, все здорово. Артикул 5807. Это недавняя новинка этого года. Раньше я пользовалась гардерикой. Сейчас все, я перешла на нее и заказываю ее. Вот, со скидкой вообще штук 5-6 закажу. Дальше, значит, маска очищающая 4 в 1 N4W. Это тоже мой фаворит в те дни, когда, ну, нужно избавиться от, получается, покраснений на лице, да, то есть и так далее. Оно бережно отшелушивает, выравнивает кожу, глубоко очищает поры, контролирует избыточное выделение сибума, дарит ощущение комфорта. Ей можно пользоваться несколькими способами. Это как ежедневное очищение, да, просто умываться как скрабом. Но если нет воспалений на лице, да, вы понимаете, скраб это 1-2 раза в неделю. И получается как маску. Я ее использую как масочку на подбородок, вот на нижнюю часть тела. Вот все воспаления, они буквально через час после маски уже уменьшаются, ребят. Это что-то невероятное. Маска крутая, вообще крутая. Вот, далее бальзам восстанавливающий. Я его использую после того, как помою голову с шампунем в нейтрализации желтизны. И вот этот бальзам мне ужасно понравился. Вообще классный 2711. Аромат у него сладкий, приятный. Далее шампунь мужа против перхоти. Артикул 1303. Шампунь дочки. Два в одном. Шампунь бальзам. Артикул 2344. Шампунь старшей дочки. 7721 Сакура из линейки Арису. Он реально прикольный. Так, шампунь, который стоит. И все подряд им пользуются. Ну, он такой и есть. Шампунь для всей семьи. Так как подписали, вот так он и стоит. Дежурный, можно сказать, да. И у мамы в ванной, кстати, такой большой стоит. Артикул 2730. 400 миллилитров. Что маска этой серии, что шампунь. Просто бомба, ребята. Мне понравилось. Такие прям промытые, грубоватые волосики с него. Далее, как обычно, вот по одной мы положили салфеточки. На самом деле мы их тратим больше. Ну, вот хотя бы, чтобы вы видели. Вот эти салфетки недавно спасли мне целый вечер. Мы пошли гулять в абсолютно белоснежных тканевых кроссовках от компании Фаберлик. И что вы думаете, Викуся, мне тадам и наступило на ногу. И Антон говорит, ну и что, мы теперь пойдем домой. И я стою в таком шоке. И мама говорит, ой, ребят, а я у себя салфетки влажные вот для удаления пятен не выложила. И я быстренько вжих-вжих и все убрала. Отличные, ребят, салфетки. И мы пошли дальше. Артикул 115.52. Вот буквально только из подъезда вышли, она мне на ногу наступила. Дальше, значит, зубные пасты закончились. Это Викуськины закончились. Артикул 24.41. Это черная зубная паста. Дочка ее так любит, и она ей пользуется только она. И говорит, закажи мам еще. Я говорю, давай сначала и с расходом те, которые есть. Там, знаете, была зубная паста, мы ее даже выкинули. Нам не понравилось салое. Ну, невкусно. Вот, значит, это идет 75 миллилитров. Вот. А если ваши подростки не любят чистить зубы, пожалуйста, купите им черную зубную пасту. Мода на черную. Они будут думать, что это круто, и будут чистить зубы. Да. Далее, значит, крем-мыло смягчающее. Это мое детское мыло. Пена для ванны. Опять мыло. Детское мыло. Взрослое мыло. Ну, мыло у нас много уходит. Маски какие закончились. Бриллиант Эйдж для возрастных волос. Дип Акваглиняное увлажняющее. Это у нас идет пудинг для волос. Тоже классное. Эверстронг Самлай. Шикарная масочка. И вот это вот зимняя защита. Но я не могу от нее отказаться даже летом. Она мне безумно-безумно нравится. Далее. Комплекс экстрактов череды. Лаванды, календулы для купания малышей. Вот бывают моменты, когда Викуся перебесится, что ли. И вот дурит, знаете, такая возбужденная. Я и возьму треть флакона, как вылью. Ну, и засыпает ребенок с удовольствием. Артикул получается 17.00. Ну, то, что редко у меня бывает, я вам буду говорить артикулы. Так, гельчик для подмывания 0+. Тоже такой долгоиграющий. Очень редко у меня бывает, кстати, в пустышках артикул 16.44. Это Викуськин. Так, универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Наш фаворит. Да, сейчас упаковка за упаковкой идет. Ну, что я про него могу сказать? Это спасение от всего. Вот пшикнул на пятно и пошел стирать. Причем пятно любое. Он, конечно, не все супер-супер убирает. Бывают пятна совсем-совсем черные и непонятные. Но много Викуськиных носочков он спас. Артикул 111.51. Освежители воздуха. Аквафтические. Да, то есть они у меня сейчас по всей квартире стоят. Средства для ванной. Значит, концентрированный гель для мытья посуды с антибактериальным эффектом. Эвкалипт и арбуз. Вы знаете, такой невероятный вкус. Я бы повторила. Да, то есть он у меня тоже впервые. Он идет 0+. Можно мыть бутылочки новорожденных деток. Самое прикольное. Артикул 30.103. Невероятный вкус. Прямо такое чувство. Я не знаю. Ну, вот эвкалипт и арбуз, ребят. Оригинальный. Такая вот прям свежесть-свежесть приятная. Далее, чистящий универсальный крем. Артикул 112.53. И двери, окна. Ну, в смысле рамы. Моют отлично. Средства для очистки духовок и плит. Артикул 30.119. Кстати, первый раз в пустышках. Чуть не забыла вам сказать. Точно такой же классный и клевый. Просто аромат поприятнее, чем у обычного классического средства. Так, далее. Живица. Омега. Ну, как обычно. Что-то мы в жиру разленились. Перестали витамины пить. Ну, и ладно. Ну, где будет меньше растить, расти. Меньше будем маникюры переделывать. То маникюры второй день. Я уже вижу, что он собирается уже вылупляться. Тут из-под котиколки. Собирается отрастать. Конечно же, живица. Живицу мы пьем. Независимости от того, жарко, не жарко, охота, не охота. Потому что, да, сейчас мы не привитые, не переболевшие ковидом. Поэтому, фиг его знают. Извините за сленг. Но страшно. Далее, значит, концентрированный гель для стирки белого белья. Да, стираем векиные простыни, одеялки, наволочки, полотенчики. Да, то есть, вот это все стираем. 115-15. Гель для стирки черного. Концентрированный гель для стирки деликатного. Ультракондиционер для белья. Раз, два, три, четыре. Четыре ультракондиционера, конечно же, моя любовь. Ну и Хонг Нон Гринли. Самый мой любимый биопятновый водитель. Знаете, вот от обычного пятнового водителя я его, порошочек это, да, я его ничем не отличу. Вот, который Фаберлик Хонг и Хонг Нон Гринли, вот для меня они одинаковые, оба классные. Когда мы запускаем стирку, мы кладем ложку его и ложку порошка. Далее, биогель для очищения туалета. Пару штучек. Моющие средства. Замоем с ним. Почему-то мы с ним моем только пол. Далее, биогель для стирки. Тоже не заметили разницы. Единственное, что у него, вот это вот, как вам даже сказать, тут идет эфирное масло натуральное, да. Хотя вкус приятный, но мне не нравятся вот эти вот натуральные масла. Если вот цитрус мне нравится, то вот тут мне, конечно, не понравилось. Если честно, я не люблю такие запахи. Я, наверное, более такая химозная. А тут прям, знаете, такие, ну, лук. Лук с цветами, с полевыми цветами. Вот такой вот аромат. Ну, так-то приятный, да, но все равно. Хоть и натурально, но я люблю что-то такое, более химозное, прикольное. Далее, биокапсулы для посудомоечной машины. Посудомойку мы запускаем на постоянной основе. И сейчас она у меня, как раз, кстати, запущена. Ну, и далее стиральные порошки. Тоже наши концентрированные для стирки в жесткой воде не идут. Я перешла полностью на них, потому что у нас оказалась, да, вода жесткая. Значит, для цветных тканей и для цветных тканей. Что-то для белых в этот раз где-то, может быть, пустышка и не дошла. Ну, что ж, мои хорошие, с вами была Комнова Аня, проект Фаберлик Онлайн и мои пустые баночки. Всем пока-пока, ставьте лайки, задавайте вопросы.